здравствуйте друзья в одном из предыдущих фильмов мы уже затрагивали тему психологии тогда мы рассматривали такие общие вопросы как необходимость появления самой психологии с точки зрения истории кому она помогает и какие вопросы решает тогда мы пришли к определенным выводам которые вполне согласуются с ходом исторических событий описываемых в большом фильме про апокалипсис однако за один раз тему психологии полностью раскрыть просто невозможно ибо как оказывается вопросы психологии и религии имеют очень тонкую грань перетекая порой друг в друга поэтому сегодня предлагаю более углубленно рассмотреть некоторые вопросы которые имеют непосредственное отношение к нашей теме тем более с учетом последних событий в мире начнем со структуры мозга у нас есть так называемый рептильный мозг это самый древний участок мозга который отвечает за инстинкты и рефлексы например всем нам известны инстинкты выживания это то что биологически обусловлено ради выживания тела и сохранения вида следующие это лимбическая система она отвечает за эмоции формирует и регулирует гормоны официально считается что рептильный мозг и лимбическая система были еще у древнего первобытного человека для примитивного существования и выживания затем идет неокортекс новой области коры головного мозга который у низших млекопитающих только намечены а у человека составляют основную часть коры головного мозга новый корал располагается верхнем слое полушарий мозга имеет толщину 24 миллиметра и отвечает за высшие нервные функции сенсорное восприятие выполнение моторных команд осознанное мышление у людей речь долгосрочное и стратегическое планирование неокортекс начал формироваться когда у древнего человека неандертальца появилось абстрактное мышление и он стал называться homo sapiens это кратко о структуре мозга современного человека однако давайте зададимся вопросом почему за 2000 лет официального существования нашей цивилизации население по всей планете так и не научилась пользоваться наокортексом почему люди строят всю свою жизнь руководствуясь рептильным мозгом и лимбической системой глядя на современные события и события недавней истории встает множество вопросов неужели даже за две тысячи лет мы не освоили здравый смысл логику стратегию неужели мы такие тупые или освоение неокортекса это дело не быстро и и крайне сложное возможно новые привычки слабее старых глядя на панораму исторических событий легко прийти к выводу что большая часть многомиллиардного населения вообще не включает мозг не хочу никого обидеть поэтому поясню мы не считаем что сегодняшние люди тупые люди не тупые люди намеренно отупленные при всем при этом все люди разные у всех разные типы психики разный темперамент у всех разные характеры разные воспитания и разные социальные условия и на все кроме как считается врожденного темперамента можно влиять что по нашему мнению активно и практикуется последние 200 лет система воспитания образование а с ними религия игры культуры средства массовой информации курение пьянство наркотики порно разобщение как отдельных личностей друг от друга так их целых народов под различными благовидными в кавычках предлогами гаджеты онлайн удаленка языки религии все работает именно на это человек ленив и инертен по своей природе поэтому мозг человека ищет пути минимизации энергозатрат а если как бы все известно проверено то чего напрягаться но привычки можно и нужно менять если они мешают нормально жить но это требует усилий и времени иногда много времени и много усилий как гласит древнее японское изречение не тут герой кто победил тысячу врагов а тот кто сумел победить самого себя ну и русская поговорка вода камень точит то есть можно и нужно работать над собой но само собой без усилий ничего не дается даже алкоголики пившие 15 20 30 лет опустившиеся в ноль потерявшие работу семью здоровье физическое и психическое и казалось бы безнадежные могут измениться и начать жизнь заново если сделают усилие над собой примеров масса и вполне вероятно что вы сами лично знаете таких людей если опираться на то что 200 лет назад на нашей планете произошли страшные катастрофические события то можно проследить и проанализировать психологию населения пережившего этот ад и что стало с потомками этих бедных людей то есть с нами чтобы нам проще было это представить немного официальной информации далее цитата в разных состояниях активности наш мозг генерирует электроволны разной частоты и интенсивности хорошим примером являются разные фазы сна так как сон это тоже состояние мозговой деятельности для регистрации токов мозга применяется электроэнцефалография для выделения на электроэнцефалограмме значимых признаков ее подвергают анализу основными понятиями на которой опирается характеристика электроэнцефалограммы являются частота колебаний их периоды амплитуда и фаза также оцениваются различия кривых энцефалограммы на разных каналах и их временная динамика суммарная фоновая электроэнцефалограмма коры и подкорковых образований мозга человека варьируется в зависимости от уровня филогенетического развития и отражая цитоархитектонические и функциональные особенности структур мозга также состоит из различных по частоте медленных колебаний одной из основных характеристик электроэнцефалограммы является частота однако из-за ограниченных возможностей восприятия при визуальном анализе применяемым в клинической электроэнцефалографии целый ряд частот не может быть достаточно точно охарактеризован оператором так как глаз человека выделяет только некоторые основные частотные полосы явно присутствующие в электроэнцефалограмме соответствии с возможностями ручного анализа была видена классификация частот по некоторым основным диапазоном которым присвоены название букв греческого алфавита альфа 8 13 герц бета 14 40 герц тета 48 герц дельта 0,5 3 герца гамма выше 40 герц и другие в зависимости от частотного диапазона а также от амплитуды формы волны топографии и типа реакции различаются ритмы электроэнцефалограммы которые также обозначают греческими буквами например альфа ритм бета ритм гамма ритм дельта ритм тета ритм каппа ритм мю ритм сигма ритм и другие считается что каждый такой ритм соответствует некоторому определенному состоянию мозга и связан с определенными церебральными механизмами конец цитаты и краткой официальной справки для чего сейчас зачитал так много умных слов которые подчас даже и выговорить то сложно для того чтобы нам было проще понять что различные состояния активности мозга человека это вовсе не выдумка диванных альтернативщиков а вполне реальный изученный и научно описанный механизм конечно изучен не до конца постоянно открываются но он новые подробности но что он нам важно сейчас понять так это то что так называемое состояние души человека это также не выдумка каждый кто смотрит фильмы на канале неофициальная история может по-разному относиться к нашей версии событий прошлого исходя из которой мы утверждаем что современная история началась с ядерной войны в начале 19 века сейчас вопрос даже не в этом просто попробуйте представить следующую картину пусть даже в виде фантазии раньше на нашей планете жила высокоразвитая высокодуховная цивилизация это были чистые светлые люди прежде всего душой и помыслами они существовали на особой частоте мозговой деятельности и находились состоянии так называемой благости блаженство благополучия безусловной любви счастья радости изобилия довольны и сытые чувствовали что они находятся в безопасности спокойные умиротворенные в уютном и комфортном месте это еще называется на седьмом небе а во многих религиях это названо эдемским садом как предположение что в таком состоянии они могли левитировать сами либо перемещать большие тяжелые предметы в пространстве усилия мысли изменять структуру материала и многое другое но как говорится не будем переходить грань между фантастикой и сказкой но только опираясь на научные данные если мы сами сейчас попробуем ощутить все состояния блаженства которые перечислены ранее то мы сможем почувствовать как и наше физическое состояние тоже изменилось причем для этого не нужно использовать никаких запрещенных веществ называйте это самовнушением или эффектом плацебо но такое имеет место быть люди и сейчас состояние испытывать воодушевление состояние полета легкости прилив сил и энергии только мы это можем ощущать кратковременно а вот если длительно а если постоянно что если человек о каком-то другом состоянии кроме благости ничего знать не будет представьте какие тогда у нас будут возможности но мы это состояние утратили некоторые люди за всю жизнь не испытывали ни одного мгновения благости есть люди которые понятия не имеют что такое сострадание переживание за другого эмпатия что другому может быть плохо от его действий и поступков таких людей относят к людям с расстройством личности а это уже психиатрия такие люди на седьмое небо уже не попадут никогда так вот люди прошлого которые существовали и процветали на этой частоте видимо вызывали у кого-то сильную зависть возможно иная причина была но их решили уничтожить колонизировать поработить это были обитатели нашей планеты но более низкого уровня духовного развития раньше строительство зданий было другое высокотехнологичное найдены предметы машинной обработки станки и много всего что сейчас мы повторить не в состоянии а еще давление на планете мало подходит для человека а также вирусы и бактерии бесконечно атакуют наше тело а еще суровый климат при всем при этом человек сам по себе не способен нормально жить в диких условиях он физически слабее многих зверей не умеет летать у него нет когтей острых зубов и ночного зрения без одежды он мерзнет даже в африке выживать в экстремальных условиях человек конечно способен но выживать и просто жить это разные вещи для жизни человеку необходим хотя бы минимальный комфорт приготовленная еда стены и крыша как и зачем в таких агрессивных условиях появился человек еще с функцией по умолчанию сохранять биологический вид имею ввиду именно современные агрессивные природные условия если придерживаться версии что большинство носителей знаний былой цивилизации погибли в момент катастрофы или ее последствий то те кто выжил однозначно были с надломленной психикой и вот именно эти люди когда стали потихоньку отходить от страшных событий и налаживать новую жизнь стали размножаться что происходило с психикой даже сейчас у людей случаются нервные расстройства неврозы стрессы шок панические атаки посттравматические стрессовые расстройства а счет так называемые флешбеки это беспричинное внезапное сильное и не отличимое от реальности переживания прошлых событий или ощущений и многие другие нервные и психические расстройства недалеком прошлом люди пережили сильнейший шок и нервные потрясения которые повели за собой катастрофические последствия для психики и массовое изменение сознания наше сознание и и мировоззрение в корне изменилось люди озлобились появились навязчивые мысли и подозрения о том что кто-то пытается напасть отнять кусок причинить вред лишить жизни когда человек становится свидетелем того как на его глазах погибает близкий человек скажем ребенок это сильное потрясение для психики когда ты не можешь ничем помочь когда ты остаешься один на один с этой трагедией наша психика явно не рассчитана на такое воздействие сильнейшая эмоциональная привязка и насильственный разрыв ее сродни тому что человеку на живую отрывают руку такую сильную боль человек может и не пережить а если и выживет то новая рука уже не отрастет и человек будет дальше продолжать жить без руки но момент лишения ее не забудет никогда и начнет в голове развиваться мысли мести винить кого-то или что-то жалеть себя озлобиться возненавид весь мир и жизнь эту проклятую а если человек становится свидетелем как другие люди теряют человеческое лицо и превращаются в животных когда на ваших глазах насилуют убивают или факт каннибализма в такой ситуации человек начинает себя ненавидеть за то что ничего не может сделать или не попытается из-за страха что с ним случится то же самое вспышки воспоминаний этой ситуации будут долго посещать человека может и всю жизнь а чтобы избавиться от них нужна профессиональная помощь иначе человек начнет сам себя уничтожать все глубже и глубже вина стыд заставит человека пускать голову все ниже и ниже и тогда начнут включаться защитные механизмы психики вина стыд обида это отрицательные приобретаемые выученные в процессе социализации эмоции второго уровня они запускаются эмоциональными сценариями которыми мы получаем в процессе социализации чувство стыда или вины можно отнести к эмоциональным реакциям второго порядка именно потому что для их возникновения человек должен сперва усвоить нормы ответственного поведения а также уметь узнавать ситуации в которых либо он сам нарушил эти нормы либо об этом ему сообщают другие люди кстати честь и достоинство также приобретаемые выученные эмоции второго порядка правда положительные если в меру вообще это довольно обширная тема про нее можно долго говорить но главная задача современной психологии избавить человечество от таких вредных и разрушительных эмоций как чувство вины обиды и стыда по нашему мнению и мнению многих современных психологов термин вина может фигурировать лишь сфере юриспруденции но как говорится это уже совсем другая история скажу метафорично если человек не дотерпел до туалета исправил естественные потребности прямо себе в штаны и теперь от него фонит за километр то такой человек неизбежно захочет чтобы его ничто не выделял из толпы а для этого есть всего два пути и вот если переодеться и помыться нет возможности тогда остается чтобы люди которые находятся рядом с ним тоже были в этой же субстанции ну чтобы ни одному ему было противно носить эту вонючую неприятную массу в штанах тогда человек берет и начинает обмазывать других продуктами своей жизнедеятельности кого-то из потешка незаметно со спины улыбаясь в лицо говорит давай обнимемся дорогой мой человек такой хороший я так тебя благодарен и при объятии незаметно намазывает на спину коричневую массу а потом ходит и всем рассказывает что он посмотрите как от него воняет а еще со мной обнимался это пассивно агрессивной личности а по сути человек сам себя зачмырил настолько что сам поверил в то что он ничтожество а вообще я хочу сказать сейчас о другом катастрофическими событиями начала 19 века всем выжившим людям повредили психику и поменяли самосознание а теперь нам искусственно насильно противодействует в ее восстановление внушая эгоизм разобщенность поклонение роскоши и лживым идеалам то есть люди пытаются ковыряться психологических проблемах и разобраться с причинами но это можно сравнить как ремонтировать одни сломанные часы по примеру других сломанных бытует мнение что нас на планету заселили боги а потом бросили тут за ненадобностью мы считаем что никто нас не бросал за нами пристально следят проводится огромная работа по засорению наших мозгов на внушают какую-то кару божью нас кошмарят то глобальным потеплением то пандемии то новой ядерной войной или инопланетянами на внушают массовую ненависть нас разобщают пропагандируют насилие внедряют такие понятия как харассмин лгбт инцест педофилия порно педерастия и многое другое что на нас наводит ужас и отчего хочется убежать спрятаться и оградить себя и своих близких вследствие чего мы сгиб избегаем общения с другими людьми ограничиваем своих детей лишая их полноценной жизни нам внушили что семья это ненужный бесполезный пережиток прошлого что женщина годится только для сексуальных утех а мужчины нужны чтобы только бабло приносили вот современные мужчины и женщины и тюнингуют в кавычках себя со всех сторон кто на что гораст у нас есть qr-коды снилс и ннн обещают еще и чипы ипотека кредиты налоги подсадили на алкоголь табак пальмовое масло запрещенные вещества и разные продукты которые не только губительно для организма но и для мозговой деятельности через средства массовой информации нас агрессивно настраивать друг на друга поделили на классы искусственно создают дефицит внешнего врага стыд вину страх панику и многое еще чего что заставляет нас спрятаться забиться в угол и не вякать а радоваться что хоть так типа могло быть и хуже все вышеперечисленное направленное на работу рептильного мозга и лимбическую систему на эмоциях человек не способен конструктивно мыслить а значит не включает неокортекс в таком состоянии человек делает глобальные выводы из одного или нескольких событий его умозаключения основаны на и единичном эпизоде с последующей его генерализации происходит фокусирование внимания индивиды на каких-то деталях ситуации с игнорированием всех остальных ее особенностей самый типичный пример это вопрос в комментариях зачем было наносить ядерные удары по пустыням потому что для понимания того что пустыни это последствия ядерных ударов нужно включать неокортекс перестановка причины и следствия это одна из наиболее распространенных логических ошибок манипулируя который можно успешно вводить в заблуждение миллиона людей бездумно следующих за какими-то иллюзиями а также наживаться на их обманутом состоянии ошибку перестановки причины и следствия легко понять на элементарном примере наверняка многие из вас в своем детстве слышали или даже сами рассуждали что крутые взрослые ребята пьют и курят и если я буду курить и пить я тоже буду крутым и взрослым казалось бы это простая и наивная детская логическая ошибка очевидно любому взрослому человеку однако на самом деле практика показывает что на ту же самую удочку попадается подавляющее большинство людей даже хорошо понимающих что если из а следует б то вовсе не обязательно б следует из а во взрослой жизни примером такой подмены могут быть рекламные акции например когда продают какие-нибудь элитные часы или телефоны то в рекламе могу сказать что успешные люди уже давно пользуются часами или телефонами той или иной крутой фирмы зачем об этом говорится в рекламе затем что слушатель невольно считает что если он купит эти часы или телефон он тоже станет успешным как и те люди которые уже давно всем этим пользуются но на самом деле он останется тем же самым человеком кем и был но без денег которые могут потратить на что-то более полезное есть такое понятие окно овертона через который нам уже внушили множество понятий например что гомосексуализм это нормально нам никто не позволит перейти на другой уровень мозговой деятельности на другие вибрации чтобы мы вдруг не вспомнили кто мы есть на самом деле откуда мы и что с нами случилось за этим тщательно следят каждую минуту нашей жизни нет никакого смысла выражать свое недовольство к международному олигархату это бунт младшей группы детского сада против манной каши нами всегда будут править те кому надо пока мы не изменимся внутри себя в своем сознании выход вижу такой каждый человек должен взять индивидуальную ответственность за то что он думает как реагирует какие части мозга у него задействованы на ту или иную реакцию извне как говорится двери позитивных изменений открываются изнутри каждый человек сам должен следить за тем кто и почему ему наступает грязным ботинком на лицо и когда и по какой причине он это делает сам по отношению к другим людям и тренировать навык чтобы таких ситуаций не было каждый человек должен самостоятельно провести работу над собой а не ждать царя батюшку который придет и сделает это за него осознанность ее нужно практиковать вот главное к чему нужно учиться не стоит руководствоваться одними эмоциями и инстинктами до инстинкты нужны они облегчают жизнь но они и часто мешают и надо уметь отличать ситуации когда нужно пользоваться инстинктами а когда стоит и включать мозги нужно стремиться к осознанности и жить здесь и сейчас наслаждаться каждым мгновением никакого синдрома от ложной жизни быть не должно будущего еще нет а прошлого уже нет этому учат как многие религии так и психологи засим делаю простой вывод каждый сам узнет своего счастья но начинать нужно именно с себя друзья благодарю за то что досмотрели до конца буду очень вам признателен если вы напишите свои мысли в комментариях держим обратную связь и не прощаемся впереди еще кое-что интересное есть всего вам доброго до скорых встреч